Часть 2. Начало боя По арабским понятиям, изгнание жителей Хербет-Закария было бесчестием, и оно требовало мести. Клан Эль-Хусейни нуждался в военной победе для укрепления своего авторитета. Арабы более отдаленных мест рассчитывали на добычу. Бедуин из Негева рассказывал впоследствии, что в палатки его племени пришли жители Хеврона и позвали их принять участие в атаке. Цитата. Другое свидетельство. Шейх Али Джабри подготовил сбор ополчения. Пришли вооруженные и невооруженные всего до трех тысяч человек. Единого командования не было. Каждая группа действовала самостоятельно. Общая цель была уничтожить четыре кибуца. Личная цель – захватить трофейное ружье. Конец цитаты. По-видимому, точное число атакующих никогда не будет известно. Но нет сомнения, что речь идет о нескольких тысячах нерегулярных бойцов. Ударной силой был полурегулярный батальон Абд-эль-Кадера численностью в 400-500 человек. Абд-эль-Кадер осуществлял общее командование, разъезжая вдоль линии огня на белом джипе. Нерегулярные силы он послал против кибуцов Кфар-Эцион и Эйн-Цурим, тогда как свой батальон Абд-эль-Кадер сконцентрировал против главной цели – Хирбет Закария. Им руководило не только чувство мести, но и точный военный расчет. Брошенная деревня находилась в самом центре Гуша. Захватив ее, Эль-Кадер одним ударом изолировал бы все четыре поселения. План этот был реальным, потому что оборона Гуша была весьма примитивной. При основании поселений военные соображения не принимались во внимание. Кибуцы были изолированы и не могли поддерживать соседей огнем. Не были организованы внешние позиции, ходы сообщения и прочее. Арабы все это знали. Учитель из городка Халхул в течение недели проводил систематические наблюдения, и Абд-эль-Кадер имел точное представление обо всех еврейских силах и позициях. С 8 часов утра 14 января нерегулярные силы начали атаку на кибуцы Кфар-Эцион и Эйн-Сурим. Тем временем полурегулярный батальон продвинулся по незащищаемому желтому холму, в кавычках, почти до центра Гуша. Ныне на холме построено поселение Алон-Швуд. Атакующие поднимались на хербет Закария, полощине между желтым холмом и Эйн-Сурим. На желтом холме Эль-Кадер установил 7 ручных пулеметов Брен. На некотором удалении стояло 300 танковых пулемета Шварц-Луза. Это австрийское оружие Первой мировой войны имело великолепные баллистические характеристики, эффективная дальность до 3 километров, и было специально разработано для огневого прикрытия пехоты. Арабские пулеметы поливали огнем хербет Закария и Эйн-Сурим. В боевом журнале Эйн-Сурим написано «В 8.00 арабы открыли огонь. Никто не пострадал. Через час началась атака на хербет Закария. Одновременно арабы атаковали Кфар Цион, где находился командный пункт Узи Наркиса. В 8.00 он послал радиограмму в Иерусалим. «Готовится атака с востока. У нас не хватает боеприпасов. Обратитесь к английской армии». Через полчаса он телеграфировал вторично. «Атакуют Тумсуот Ицхак. Прошу ответа. Обратились ли к армии?» Арабы захватили русский холм, в кавычках, назван так по имени Монастыря. Оттуда они просматривали и обстреливали оба кибуца. Наркис вспоминает «С крыши здания секретариата Кфар Цион я видел долину Эмегабраха. Она кишела арабами. Никогда раньше я не видел так много вооруженных людей в одном месте. Все время подходили грузовики из Хеврона и Бейт-Лехема. У нас был только один станковый пулемет Шварц-Луза, и он все время «кашлял» в кавычках. Мы хлопали в ладони, когда австрийская машина вдруг выплевывала короткую очередь. Потом выяснилось, что пулемет смазали не тем маслом». Конец цитаты. В 11.00 Наркис телеграфировал в Иерусалим. «Атакующие получили подкрепление. Атакуют с запада. Я снова предлагаю обратиться к армии. У нас нет достаточно оружия и патронов». «Через несколько минут. Я не могу организовать контратаку, потому что арабы прогнали наши силы с русского холма. Армия не появилась. Постарайтесь снова связаться с армией». Конец цитаты. Иными словами, командир Гуша возложил все надежды на англичан. Атака нерегулярного ополчения продолжалась до вечера. Яков Альтман. Примерно в два часа по полудни арабы начали приближаться по долине. Мы вели огонь из пулемета и миномета. Арабы отступили. Они еще несколько раз попытали свое счастье, но всякий раз отступали. Все время наши позиции находились под сильным огнем. Примерно в три часа одиночные арабы приблизились к нашим позициям. Мы подпустили их на пятьсот метров и только тогда открыли огонь. Они понесли потери и больше не пытались атаковать. Только оружейный обстрел продолжался до вечера. Конец цитаты.